Истории мамкиных бизнесменов, по факту, да? Звучит очень классно, но на самом деле довольно сложно в реализации. Вот вам концентрат, который вы берёте и просто используете. Всем привет, меня зовут Вадим. Давайте поговорим про возможности на Walguris. Какие они сейчас есть, какие ниши можно зайти. И самое главное, для кого эти возможности доступны. Потому что немногие понимают, что действительно для кого-то они недоступны. И уж тем более те, кто использует эти возможности, не все из них смогут выйти на положительные результаты и его в дальнейшем удерживать. То есть некая такая воронка, знаете, есть продаж, и тут то же самое, конверсия присутствует везде. Естественный отбор, как говорится. Инфобизнесмены сейчас усилились, и так как кризис, это же возможности. Короче, не ведитесь, пожалуйста, включайте голову, ни в коем случае не берите никакие курсы в рассрочку, потому что, ну, как мне кажется, это будет в текущей неопределённости ещё хуже для вас же. И, конечно же, важно понимать, вот эти вот бизнесмены, которые продают инфопродукты, они-то проходили кризис. Они-то имеют какую-то бизнес-модель, как справляться. Ладно, поехали. Давайте пройдёмся по нишам. Первая ниша – это товары первой необходимости. Многие писали в комментариях, что сейчас в связи с тем, что людей увольняют и не теряют свои рабочие места. Хотя, поверьте, ещё только начало. Очень много мы не понимаем, как будет дальше, и, возможно, всё решится быстро, в лучшем случае для нас. А, возможно, всё будет гораздо хуже. И на фоне вот этого снижения покупательной способности товары первой необходимости будут пользоваться спросом, а тем более на маркетплейсах. Хотя, почему тем более? Ведь люди могут пойти, вот у меня в доме есть, например, тоже магнит-косметик, есть пятёрочка. То есть товары первой необходимости я могу купить там. Но многие убеждены, что за маркетплейсами будущее. Но смотрите, сейчас мы с вами оплачивали все телефоном. Как только нам прикрыли телефоны, Apple Pay, да, отключили, мы быстренько вернулись к картам. И не факт, что как бы модель поведения человека немного будет корректироваться в кризис. Но я могу ошибаться. Короче, суть в том, что товары первой необходимости, какие вообще они доступны на Valbris, посмотрите. И посмотрите, кто их продаёт и на какие суммы. Если это крупные игроки по типу OO Valbris или прочих компаний, насколько вы сможете с ними конкурировать? У вас есть ли своё производство этих товаров? Или вы будете где-то покупать и перепродавать? Какого бренда? И так далее. То есть, звучит очень классно, но на самом деле довольно сложно в реализации. Вторая ниша – это товары для дома, именно для интерьера. Вы знаете, что IKEA приостановили свою работу в России. Также закрылись там про одежду чуть позже поговорим. Есть у Zara Zara Home, H&M Home тоже есть. То есть, вот эти все классные штучки, которые покупают девушки, женщины себе домой. Там подсвечники, подносы, свечи, ароматизаторы и так далее. Вот это всё, ну, в IKEA там, конечно же, гораздо больше. Там мебель и так далее. Вот это всё в перспективе можно реализовывать на ВБ. Мебель – это крупногабаритные товары. Конечно же, я тут вам рекомендаций никаких не дам. Да и в целом это видео не является рекомендацией. Но вот касаемо каких-то мелких деталей для интерьера, скандинавский стиль, который полюбился многим не только в России, а по всему миру, на это, как мне кажется, стоит обратить внимание. Приведу вам пример товар, который мы делали в Москве. Это поднос из латуни. Там использовалось стекло, зеркало и латунный профиль. Я себе стёр бы здесь вот руку, но сделал таких подносов порядка, по-моему, 10 или 15. Короче, такие подносы можно заказывать с Китая. Но сейчас вопрос в логистике. И стоит задуматься о собственном производстве. То есть, вот эти все товары для дома, насколько возможно их производить. Писали как-то в комментариях по поводу кашпо для цветов. Да, это тоже популярно, круто и красиво. Но ниша уже так подзаполнена. Так что стоит обращать внимание в сторону вот таких вот разных решений по типу подсвечников, шкатулок, подносов. Ну, это моё личное видение. Можете его дополнить в комментариях. Третья ниша – это электроника. Важно понимать, что какие-то бренды могут уйти. И что мы получим? Грубо говоря, ничего. Дефицит. И в данной ситуации можно попробовать продавать какие-то аналоги, как уже активно продают копию смарт-часов Apple Watch и не только. Также продают наушники. Но вот наушники, не знаю, на ВВН, ну да, вроде продают их. Просто это всё очень грамотно нужно оформлять, иначе можно попасть на большие штрафы. В целом, то есть, важно понимать, какую электронику используют люди, какой электроники они могут лишиться и построиться под эту ситуацию. Я не вникал, поэтому для вас как раз-таки возможность поразмышлять. Четвёртая ниша – это одежда. Данную нишу можно очень сильно раскритиковать. Я постараюсь максимально конструктивно выразить своё мнение по поводу одежды. Короче, да, типа уходят эти Zara, Bershka, H&M и так далее. Опять же, у нас есть неопределённость. Мы не знаем, ушли ли они до конца, всё, прощайте. Или же всё-таки это приостановленная деятельность. Это вот очень важно отличать, потому что жёлтой прессы сейчас много, и можно воспринять информацию не так, исказить и так далее. Короче, смотрите, по логике вещей, типа уходят крупные бренды, у вас есть возможность что-то продавать. Что вы будете продавать? Закупать на тяке или ещё где-то там товары из Китая? Ну, в принципе, можно. Альтернативный способ – это производство собственной одежды. И смотрите, если вы… По производству здесь отдельная тема. Когда вы шьёте самостоятельно, шьёте очень качественную и недешёвую одежду, очень жалко её отправлять на Валберис. Знаю, что там будут, возможно, её запачкают или ещё что-то. Мы просто недавно были на ярмарке мастеров и видели девушку. У неё две швеи и одежда максимально качественная. Используется материал лём. Стоит недёшево. И ей очень жалко отправлять на Валберис, потому что вот эти грязные коврики, которые есть в примерочной, и её белое красивое платье, ну, вы сами всё понимаете. То есть, если вы будете массово производить какую-то недорогую одежду, возможно, да. А вот такие вот сегменты всё-таки я бы не рекомендовал с ними выходить. И в целом, вы знаете, что выкупаемость по одежде невысокая. Очень много возвратов. Могут порвать, подменить, что-то своровать. Ну, всем нам это известно. Так что, и в целом, вы же понимаете, что уже очень много продаётся одежды на Валберис. Я бы обратил внимание на товары, которые не подлежат возврату. Это типа нижнее бельё. А также товары для детей, потому что дети рождаются, дети растут. И вообще это такая, в некой степени, золотая ниша в том числе. А теперь, кому эти возможности доступны? Возможности в кризис. Они доступны тем, у кого есть капитал, у кого есть опыт в товарном бизнесе, Возможно, интернет-магазины действующие, либо те, кто уже продают на Валберис, те, кто имеют опыт, это для них гораздо проще будет, чем переходить из интернет-торговли, от своих интернет-магазинов. Вот. Вы должны понимать, что мы с вами, сидя тут дома, да, 5000 рублей в кармане, сейчас приду и поднимусь до миллиона. Это всё какие-то истории мамкиных бизнесменов, по факту, да. И по большему счёту, что вам продают в курсе. А в курсе, вот если взять все курсы по обучению, техническая часть, она в принципе лёгкая и простая, в YouTube можно найти кучу роликов, в том числе и у меня на канале. А если взять стратегическую часть, то первое – это деньги, второе – это качественный товар, который вы будете где-то закупать, либо производить, и сможете обеспечить бесперебойность поставки, чтобы он у вас не уходил из наличия. Также качественная упаковка и именно суметь внедрить, вот продать именно эмоцию, а не сам товар. Также качественный контент, оптимизированная карточка, да, в том числе. И реклама. Без рекламы ничего не будет. Многие подгружают товар и ждут у моря погоды, а на самом-то деле, ну, нужно продвигаться как-то. И самый главный способ продвижения – это реклама. Как ни крути, мы живём с вами в 21 веке. Так что, если кто-то хотел купить курс за 50 или 100 тысяч рублей, вот вам концентрат, который вы берёте и просто используете. Другое дело, как вы будете настраивать рекламу, вот эти все моменты. Поэтому есть тоже отдельные платные курсы, бесплатные видео кто-то делает. Так что берите и пользуйтесь. Короче, подходите вообще к вопросу сейчас, если вы хотите выйти на ВБ, стоит или не стоит. Если вы уже ведёте какую-то деятельность, интернет-торговля у вас уже есть, или вы какой-то мастер, да, у вас хендмейт-деятельность. Стоит присмотреться. А если вы вот так вот с нуля не имеете опыта вообще никакого предпринимательского, ну, стоит, наверное, всё-таки задуматься и сейчас, наверное, переключить своё внимание на то, чтобы у вас была какая-то финансовая подушка безопасности или какие-то дополнительные источники дохода, которые не потребуют большой заморозки денег. И да, в товарном бизнесе вы вкладываете деньги, и первое время вы их не вынимаете. Это касается и больших сумм, и миллионов, и 100 тысяч рублей, и 5 тысяч рублей. Неважно, сколько вложите. Их нужно оборачивать, наращивать сумму денег, потом из которой можно уже вынимать себе в карман. Спасибо, что смотрели видео. Подпишитесь на канал, нажмите на лайк, заходите в телеграм-канал обязательно. Всем пока!